Я памятаю свое ридное село, вау, музай Бобер. Всем привет Бобер, я к вашей справе. Сегодня поговорим о небольшом обновлении, ивенты, донат-магазинчик и на этом все заканчивается. Это видео записываю о новых серверах, которые стартанут 21 числа на Корее, Японии. Говорят какие-то бездонатные сервера, но о них попозже. Как всегда, тайм-коды под видео есть, если хочешь там переключи. Первый ивент у нас это Некрополь. Дополнительно будет давать сундучок за первый раунд прохождения Некрополя. Реликвия, карта улучшенного класса или Агатиона, вероятностью одна из двух может выпасть. Дальше у нас ивент, кто ходит на мировых боссов. А если взять лук, туда могут ходить все, смотря на ком сервере. Х2 награды. Также писемка утром и вечером, виталка и расходка. Также не забываем, продолжается трансфер до 20 числа. Еще вы можете поменять сервер или полететь за какую-то вещь на другой сервер. Там она может стоить дешевле или просто в наличии. Ее нет на вашем кластере. Между кластерами, между серверами можно летать. За 600 алмазов. Билетик на другой сервер. За реальную валюту. В нем алмазы и немножко орденов. Карты артефакта, низшего ранга. Реликвия энергии. Дальше уже за алмазы. Выше среднего орденов знаков. 7к. Зелепробуждение. 500 реликвий. Можно перекрафтить вот такие бутыли. И нужно их перекрафчивать, если вы именно берете паки, а не просто их пьете. Также, если мы скупаем все 4 пака, 8000 алмазов, получаем 10к очков пробуждения. Трехэтапные обычные паки, в которых карты мастера, карты высшего, низшие артефакты, орденов, высший средний знак, дракона воды для коллекции. Временные коллекции. Влечение урона от умений. Точность, увеличение накопления энергии. Сопротивление, умения, увеличение урона. Очень неплохие коллекции. Знак дракона воды для коллекции. До почти конца сентября. Да, если мы скупим все паки, мы получим. Итак, создание. Власовенная брошь. Небольшой вероятностью можно создать. Лишь то карты мастера, если вам не нужна брошь. Одна карта, 11 раз на выбор. Какие неплохие паки. Книги наследника. Игнорирование, сопротивление урону, плюс 5%. При убийстве врага восстанавливают до 20 хп. Абсолютная точность 2%. Сопротивление урону 5%. У оглушенного персонажа сопротивление оглушения временно плюс 3%. Снижение урона плюс 5. Увеличивает шанс сопротивления частому наложению аномальных состояний. И в этот раз у нас промоушен со снаряжением. Можно крафтить блески. 100% шанс. Конечно, 5 на аккаунт. Ну, 33% выпадения. Ну, короче, равный шанс выпадения всех блесок. Одна из трех может выпасть. Вы сами понимаете. Ну, и теперь поговорим про новые сервера. Японии и Кореи. Если мы зайдем на сайт с анонсом. Тут показано 21.08 апдейт. Регистрируйтесь, да, или у вас есть уже аккаунт. Забираете тут купончик. Купончик можно будет ввести. Когда вы стартанете, вам придут вот такие вот награды за предрегистрацию. Вот это розовым, что отмечено. Вот эти награды будут на новом сервере, на котором вы будете стартовать. Сервер Эдем. Мы видим с наград книга красная на выбор. Будет всего 6 классов. Это там лучник, маг, орб, нож, кинжал, гладиатор. Также вот таблеточку тут у нас. Серьги. Сразу третьи. За вот это я ошибся. Это на старые сервера, которые существуют, уже будут вот такие вот подарочки. Там карты мастера. Артефакты. Один хороший даже. Считаю, что это розовеньким. Это отмечен новый сервер. Считаю, что это кольцо получат всем. Его можно носить и там в коллекцию вставить. Идем дальше. Что это за новые сервера? Видим, что нам разрабы говорят нет фри. Нет фри, короче. Бесплатная игра. Ну ладно, я шучу. Что получается на этих серверах будет? Не будет донатных коллекций. Не будет крафтовых промоушенных вещей. Как мы видим, на обычных серверах Lineage 2 Mobile не будет. Кристаллов, которые апают соски. То же самое. Донатеров уравнивают с обычными игроками. И так же говорят, что бесплатная смена класса. То бишь, не надо будет башлять за смену класса. Но хочу подметить, в обычной Lineage 2 Mobile, как бы, смена класса, когда она бесплатная. Но монетки, которые требуются за дополнительные услуги бесплатной смены класса, стоят алмазы. Ну тут будет то же самое, ну, как бы, там, за Адену, наверное, или еще за что. Ну тоже, это не просто так вы будете менять. Там, ну, ты играл ножом такой, тебе не понравилось, ты захотел магом стать. Я думаю, такого не будет. Ну, тебе придется фармить какую-то внутриигровую валюту или Адену, не знаю. О чем нам говорит вот это, что с промоушенов мы не сможем. Ребята, которые залетают, держат боссов, они держат рынок. Я уверен, это будет уходить на РМТ какое-то. За реальные денюжки будут продавать это все. Вы представьте, какой это бабосик. Потому что, как с боссов, кто играл, кто фармил босса, знает, как падают эти красные вещи. Вещи, скиллы, скиллы, это вообще будет колоссальных денег стоить. 21-го числа стартуют новые сервера на Японии и Корее. Я предполагаю, будет один кластер, 6 серверов. И вы представьте, какое колоссальное количество людей захотят поиграть в Lineage 2 Mobile. Очень много будет людей. Я думаю, даже очередя будут. Первые 2 часа просто закроют вход на сервер, чтобы люди регистрировались. Потому что очень много людей будет. Это все давно ждали эти новые сервера, если там новички думают, что они зайдут и будут там нагибать кого-то. Ребят, у вас будут бессонные ночи, если вы будете играть. Это будут забитые сервера, споты. Бессонные ночи. Вам придется 24 на 7 играть, чтобы чего-то добиться. И через время. И вы сами понимаете, это Корея и Япония. Азиатские друзья вам не дадут. Я должен был об этом сказать. Я сам туда не иду. Не хочу, не вижу смысла. Залетай там, пинг. Старт новых серверов. Будешь ты идти? Пиши свое мнение вообще, как твое настроение. Давайте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok